В программе «Утро на Енисея» продолжается кулинарный батл между главным кондитером ресторанного холдинга и восьмью телезрителями. Но уже после сегодняшней битвы их останется семь. Исход решат дрожжевые пирожки. Сейчас мы начнем с приготовления теста. Для этого я буду использовать воду, молоко, дрожжи, сахар и немного муки. Задача участников – постряпать пирожки из дрожжевого теста и сделать это лучше остальных. У каждого необходимый набор ингредиентов. Ну все, разбираем продукты. В прошлой серии Маффин и Наталья были признаны самыми вкусными. Получится ли у девушки подтвердить свои кулинарные способности? Очень страшно. Сейчас я уже все по весам четко измеряю. Тесто я сама не заводила. Пирожки, конечно, я стряпала. Для того, чтобы тесто поднялось, оставим его настояться на 30 минут. Тем временем участники занимаются начинкой. Шеф-кондитер предложил сделать как печеные, так и жареные пирожки, используя клюкву, грибы, картофель, лук и яйца. Я решила поэкспериментировать. Так как я пересолила тесто, я все-таки хочу эту ситуацию исправить и постараюсь добавить в мою начинку такой ингредиент, который, в принципе, может сгладить немножко. А вот мужская половина проекта, как и в прошлый раз, решила пойти по пути наименьшего сопротивления. Я решил делать так, как делает Надежда. Хожу, смотрю, записываю. Как порезать лук и не заплакать? Не знаю. Я в детстве приходил на кухню в водолазной маске. Нет, я не знаю, я как-то не плачу от лука обычно. Я вообще его не режу практически. Я бы всю начинку хоть час съела. Без пирожков. Все. Обе мои начинки готовы. Ну а раз так, раскатываем тесто и начиняем пирожки. Эх, видели бы это наши бабушки. Все стараются. Торжественный момент. Сделать вкусные пирожки мало. Их еще нужно красиво подать. Справились ли участники с этой задачей, решит шеф-кондитер и приглашенный член жюри заслуженная артистка России Людмила Леонидовна Луценко. Какой аромат пирогов! Аромат пирогов! Ух, конфетки, бараночки, словно лебедь и саночки. Под звуки гармонии начинающие кондитеры удаляются дожидаться результатов оценки экспертов. Все художественно сделано, что глаза разбегаются. Вот внешний вид может быть? Да. Вам что-то больше всех нравится внешний? Вот этот пирожок мне нравится. Обалденный пирожок. Начинки много, начинка хорошая, но тесто сладковато. Тут, по-моему, чего-то перчик, да, добавлено? Да. Перчик. Для чего я не пойму? По мнению жюри, большинство участников с непростым заданием справились. Даже при том, что абсолютно все из них пекли пирожки впервые. Так, морковный наш. Ох, морковный зверь. С глазами красными и ртом. Да. Морковка, кстати, не такая. Да, морковка ужасная. Ну, зато много не съешь. Я думаю, что это он, кто сегодня нас покинет. Каблучка. Вот эти пирожки были по своим и внешним качествам, начинки и теста, мы посчитали, что достаточно хороши. И этот участник остается. Начинка соленая. Но этот хозяин тоже остается. Печеный пирожок с картофелем и грибами тоже очень вкусный был. Но мой совет был бы такой. После формовки изделий дать им еще немного постоять. Здесь пирожки были очень красивые. На вкус маленько суховаты, но этот хозяин остается. Огромный ряд вопросов возник к этим пирожкам. Ну, мы решили, что хозяин не виноват. И зайка тоже. Виновата морковка. Но ты пробовал бы? Да, мы не колебали. К сожалению, хозяин этого блюда сегодня нас покидает. Я изначально пересолила тесто, но я попыталась исправить это начинкой. И начинку я совсем не посолила, только поперчила. И от этого у меня получился самый лучший результат. Я очень рада. Конечно, я маленько расстроился. Просто потому что тесто, которое заводил, не совсем получилось. Обычно делаю с попутного теста, конечно же. Потому что быстрее соревнования. Это очень интересно, замечательно. Мне очень многое дало. Кирилл Синицын покидает проект «Сладкий я». Остальные семеро встретятся на кулинарном поединке уже во вторник. Кто станет лучшим, решит француз, лично попробовав круассаны начинающих кондитеров. И они, самое главное, что хрустящие, как должны быть круассаны. Благодарим за помощь в создании обучающего проекта кулинарную студию «Рататуй» на Мира, 111 телефон, 204-10-40. Партнер проекта – магазин «Центр встраиваемой техники». Теперь и в новом сердце города, на перекрестке Березина и Шахтеров в честь открытия нового магазина всю весну небывалой скидки.